Как объяснить тому В которые нас бросила война Я помню всех, кого сегодня нету Кто рядом шел наперекор судьбе Они ушли однажды в это небо И небо их оставило себе Мне допели, не договорили Нам каждая минута дорога И поднимая в небо эскадрильи Летим на запад, чтобы бить врага Давай с тобой выпьем за победу Она придет немного, погоди Внизу наш дом, а это наше небо Мы никому его не отдадим Полковник Максимов Командир полка, подполковник Канищев По приказу командования армии У вас состоится выездное заседание Соберите личный состав У нас вылет через час Вот и хорошо Очень кстати Товарищи Этот человек совершил самое страшное преступление в военное время Не выполнил боевой приказ В трудную минуту Когда наша страна Отдает все свои силы Для победы над врагом Когда каждый из нас Не щадит своей жизни Этот человек Струсил Предал своих друзей Опозорил Само звание советского офицера Я считаю Что ему не место в наших рядах У меня все Решите в строй? Остановитесь Есть Кто еще хочет высказаться? Трибунал удаляется для вынесения приговора За трусость и предательство Проявленное перед лицом врага Михалев Николай Владимирович Лишается воинского звания Всех наград И приговаривается к смертной казни Через расстрел Приговор привести в исполнение немедленно Как расстрел Он же У него двести пятьдесят два боевых вылета Два ранения Наведите порядок, подполковник Смирно Командуйте, подполковник Летный состав К взлету готовься Направо По машинам Разойтись Ну, спасибо вам Вы чем-то недовольны? Нет, спасибо Я всем доволен Подняли настроение Перед тяжелым боевым вылетом Я не понял, это ирония? Да нет, что вы Спасибо А я еще рапорт напишу Устроили, понимаешь, тут Демонстрацию В защиту преступника Пишите Что хотите С орденом, что делать? Родным отправьте Отправьте меня обратно в полк В вашем военном билете Черным по белому написано Комиссовано по ранению Меня с рукой комиссовали Вот она, рука целая Не верите? На медкомиссию отправьте Пусть решают Не могу я тут больше Я не педагог, не инструктор Я боевой летчик Чего я с вами церемонюсь Завтра в десять Прошу прибыть На врачебно-медицинскую комиссию Не понимаю Чего вы не понимаете? Не понимаю, чего тут разбираться Илья Бестужев Летчик нашего авиаполка Пропал без вести Во время боя Послушайте Я головой могу поручиться За своего летчика Хорошо Но мне поручено Поговорить с товарищем Неблагонадежный человек Я его сразу на заметку поставил Повод Повод? Ну, поводу хоть и добавляй Я с ним разговариваю, а он смотрит в ответ и улыбается То есть не просто так улыбается, а со смыслом Понимаете? Если были основания, почему не сообщили раньше? Ждал Когда себя проявят Как говорится, не пойман, не вор И все-таки Какие у вас основания подозревать Что сержант Бестужев сознательно перелетел на сторону противника? Товарищ Бестужев совсем не такой А какой? Порядочный, надежный, честный И пилот отличный Он не может быть предателем А почему вы решили, что мы считаем его предателем? Разве нет? Пока еще только разбираемся Давайте разберемся вместе Давайте Да, не везет тебе Деметьева с мужиками Один тебе изменил, другой родине Да Сели Сели, сели Ай, пошел, пошел Пошел, пошел Пошел, пошел Пошел... Результат Сели Тихо, stones Да, рука почти в полном порядке. Даже странно, если уж вас скомиссовали, рана должна быть более серьезной. Впрочем, молодой организм, родные стены, мирная жизнь, бывает, и не такие чудеса творят. Лидия Литовченко к строевой службе признается годной. Вот так. Идите, получайте предписание у военкома. Спасибо. Так. Так. Держите. Сегодня на Воронеж летит военный транспорт. Можете поговорить с экипажем. Может быть, возьмут. Чего по теплушкам болтаться. Да и вам привычней. Желаю удачи. Спасибо. Спасибо. Да, Литоченко. Вы деньги за сбитые самолеты получили? Нет. Ну, хватит. Сколько можно комедию ломать? Вам не надо. Матери отдайте. Есть. Спасибо. 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 Донесение седьмой танковой. За последние два месяца атаки противника усилились вдвое. Все помнят судьбу 52-го полка. Сегодня та же картина по всему фронту. Атака за атакой. По донесениям из авиаполка Конечева, мессеры роятся, как мухи. Так после Сталинграда их поди и в хвост, и в гриву. Вот и стараются. Да в том-то и дело. Облают, как дворовые щенята и в кусты. Шуму много, толку чуть. Готовятся к наступлениям? Прощупывают оборону? Пока непонятно. Товарищ Выков, поделитесь наблюдениями. Активность противника действительно усилилась на нашем участке фронта. Особенно в квадратах 12, 16 и 28. За исключением квадрата 5. В квадрате 5 полная тишина. Причем квадрат наглухо закрыт из воздуха и земли. За последнее время мы направили туда семь разведгрупп, ни одна не вернулась. Понятно. Вот такой квадрат. Вот такой квадрат. До свидания. До свидания. Литовченко, говорите? Что-то не так? У меня стоит отметка, что Вы свои деньги уже получали. Когда же я успела? Не знаю. Будем проверять. Сядьте, пожалуйста. Подозрительно это все? Подозрительно говоришь, ладно? Зови своего начальника. Будем разбираться, кто это за капитана Литовченко получает. Давай, давай, а то сама позову. Георгий Степаныч. Вот, пришла. Литовченко. Документы в порядке. Выдать. Не первый же год на этой должности. Здравия желаю. Литовченко. 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 Играем. Литовченко. Мало что ли? Распишитесь. Расписались уже. На чай. Жучка. Погрузки приступить. Предъявите ваши документы. Пожалуйста. Держи его. Спасибо. Смотри. Почти, хорошо. Будете брать? Подходите, посмотрите. Стоять! Деньги давать. Тихо-тихо. Умницы. Умницы. Все давай. В чем заключается акт предательства? Это когда гражданин одной страны сознательно переходит на службу другой. Такие моральные уроды были всегда. И всегда, во все времена, с ними боролись с самыми решительными методами. Товарищ капитан, перестаньте есть. Слушаю. Уничтожение предательства – это как ампутация гангрены. Как выведение глистов. И гуманизму, товарищи, здесь не место. Все. Все свободны, политзанятия закончены. Разойдись. Освещаешься? Красиво говорите. Может, продолжим в индивидуальном порядке? А? А летный состав вас больше не интересует? Мне просто казалось, что в индивидуальном порядке вы только с товарищем Капсоргом хотите. Ночью придешь? Не знаю. Может, придем. Я же не из обидчивых. Ну, а на что тебе обижаться? Ну как, вы что, со мной-то без меня? Ну, не морочь голову. Придешь или нет? Да приду, приду. Столько дел вообще. Огород, яблони. Яблок столько. Хочешь завтра яблок напеку? Ты в детстве очень любила печеные яблоки. Максим Сергеевич, я спрашиваю, интересовался, как ты устроилась. Ничего не надо? М? Может, надо. Да. Передай, ничего не надо. Хорошо. А? Все хорошо будет, мам. Да. Все будет хорошо. Яблоко напеку. Яблоко напеку. Часовой сказал, вы в камере бегаете. На месте не сидится? Десять километров каждый день с пяти лет. Отец приучил. Павел Николаевич Бестужев, враг народа, расстрелян в 1939-м. Чему он вас еще научил? Изучил ваши показания. Любопытная история. Особенно, когда речь идет об этих хиви. Я правильно ударение ставлю? Хиви. Интересное слово. Это сокращенно от немецкого. Хельцвеллигер. Буквально переводится, как «Готовы помочь». Хорошо знаете немецкий? Да, я не скрываю этого. Тоже отец научил? Продолжайте. Вы пишете разнообразное питание, комфортное жилье и, по их же словам, с определенного момента денежное жалование. Да, так и есть. Давайте разберемся. Вы утверждаете, что наши советские солдаты добровольно служат фашистским захватчикам? В концлагере никто не хочет. Наших солдат не пытают, не подвергают мучениям, не расстреливают. Вы считаете, что это советская пропаганда? Сидеть. Я написал только то, что я видел сам. Угу. А зачем вы вернулись? Я возвращался в свой полк. Туда, где мое место. Ну, где ваше место решать будем мы? Значит, тебя завербовали. И ты вернулся, чтобы вести подрывную деятельность. Твои истории, порочащие облик советского солдата, это подтверждают. Итак, я повторю вопрос. Зачем вернулся? Я возвращался в свой полк. Увести. Встать. Арестованный на выход. Свободен. Есть. Есть. Ну, что дальше будем делать? День-два поработаем, товарищ полковник. Думаю, расколем. Да, гнилой полк у Конищева. Один трус, другой предатель. Работай. Мне нужен результат. Есть. Товарищ гвардия подполковника, разрешите войти. Проходите, проходите. Выйди, покури. Садитесь. Расскажи им пока. Дверь закрой за собой. Сержанта Бестужева обвиняют в измерии. Будто он перелетел к врагу. С его слов все иначе. Совершил вынужденную. На вражеской территории документы спрятал. Потом, через линию фронта пробирался к своим. Ну, конечно, так и есть. Я же видел, где его истребок разбитый лежит. Видел, в руки не возьмешь и к делу не приложишь. Учитывая обстоятельства, при которых его взяли, показания Ильи считаются заведомо ложными. Проще говоря, никто проверять не будет. Может, сфотографировать место падения? И документы найти не мешало бы. Я правильно понимаю? Да. Маслов, да сидит. Ты место видел? Там сесть-то можно? На истребителя не хватит места. Да и не взлетишь потом. Может, на О-2? На маломощной машине, за линией фронта, под носом у противника, приказывать вам я не могу. Но от этого зависит жизнь вашего товарища. Зачем приказывать, Виктор Степанович? Учебный вылет. Показывал товарищу тонкости пилотирования. Чуть-чуть сбился с курса. Бывает? Бывает. Ребят, как человека прошу. При малейшей опасности сразу назад. Не хватало мне еще вас двоих потерять. Есть. Идите. Да успокойся. Сядь. Да успокойся. Сядь. Значит, береза с двумя стволами и три продольных полоски. Или три березы две полосы. Да там разберемся, Ленька. Стойте! Во-первых, я лучше управляюсь судьба. Во-вторых, я девушка. Девушкам нужно уступать. Что вы так смотрите на меня? Мне все Логоза рассказал. Я полечу. А в-третьих, скажешь ли нам самим догадаться? А в-третьих, товарищ лейтенант, я старшая по званию. Вы только попробуйте не выполнить мой приказ. Что ж, Боря, таким девушкам надо уступать. Удачи. Самолет готов. От винта. Есть от винта. Алло, Бордо! Удачи! 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 Так он говорил, береза с двумя стволами. У нас только от самолета. Я нашла! Продолжение следует... ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА На выход! К стене! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А я про вас в газете читал, когда вам колхоз Ленинский луч смолёт подарил. Как машинка, кстати. Летает колхозник. Что ему сделается-то? Сюда, сюда! Так как насчет моей просьбы? Лично я не против. Я думаю, командир корабля тоже возражать не станет. Да и не до этого ему похоронку на сыну получил. Леонидыч, Леонидыч, не дышит старик. Пять минут назад бегал, потом присел, отдохнул, я смотрю, а он уже валяется. Я к нему ему, а пульса нет. А это что так, сын? Похоронка на сыну. Сегодня пришла. Так это, выходит, она старика убила? Одним выстрелом двоих. Так, и куда ж мне его теперь? Это моя забота. Вот знакомься, Сорокин. Капитан Лидия Литовченко. Доставишь пунктное назначение. Как же я ее доставлю один без второго пилота? А на тебе второй пилот. Раз на истребителе летает, значит и на этом корыте сможет. Так точно. Ну, полетели. Удачи. Давай, побыстрее. Все, заканчиваем. Когда? Сегодня утром. Куда? Куда, я спрашиваю? Ты можешь с дел, чтобы оно не трещало, а? Алло! Связь оборвалась. Товарищ подполковник, а что сказали, кого-нибудь пришлют? Нет, никого не пришлют. Веса увезли. Веса увезли. Куда увезли? Кто увез? Прости, Женя. Похоже, вы зря летали. Разрешите идти? Разрешите! Ничего не могу. Роща 356. Роща 356. Посадку разрешают. Знакомый голос. Знать больше мы обязаны. Женька, там комптив Макаров прилетел. Предупредили час назад. Зачем, никто не знает. Наступление, наверное. А Макаров сейчас где? Где? У Канищева. А ты куда? Если он… Если он не поможет, никто не поможет. Диме, идем. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Нам сказали, вас увезли. Был дело, я до Жужи к смерти готовился. Потом выяснилось, на аэродром увезли. К нам в полках Макаров собирался, ему обо мне сообщили. А мы с Алексеем Анатольевичем в Испанию вместе летали, он у меня камыска был. Вот он за меня поручился. Вот как бывает. Утром на нарах. А днем за штурвалом генеральского Мига. А вы говорите, Бога нет. Это, это элементарное совпадение. Ну, как будет угодно. Диане, богиня воздушной охоты. Да оставьте же вы эти шуточки. Я ж за вас. Переживала я за вас. Я наслышал. О ваших подвигах. Жизнью рисковали. Стала бы я ради вас жизнью рисковать. Это потому, что вы ценный боец. Я для полка старалась. Да и вообще, со мной Маслова летал. И не одна была. Спасибо вам. Пожалуйста. А вы Маслова не видели? Маслова? Маслова. Пойдемте. Найдем его. Вы его тоже. Поцелуйте. Женя. Вы же ему тоже благодарны. И будем считать, что мы расчетим. Сержант Вестужев – это человек, которому я неоднократно доверял жизнь. Он не бросит и не предаст. Это все, что я могу про него сказать и другого знать не хочу. Понял, товарищ генерал. Разрешите идти? Идите. Есть. Тогда к делу. Место, о котором я вам рассказывал, находится здесь. Вот от этой речушки и до хутора Перелазовский – сплошная слепая зона. И я хочу, чтобы вы стали моими глазами. Ну, чего ты огурцы-то посолила? Посолила. Вкусные получились. Заходи, вечером попробуешь. Да, я зайду. Ну, я пойду. Ага. Вер. Давненько тебя не было. Теперь вовсе не будет. Наш полк на новое место перебрасывают. Так что попрощаться пришел. И когда? Через пару дней. Вечером танцы будут? Придешь? Приду. Ладно. Тогда до вечера. Да чего там? Заходи. До вечера долго. Это точно. С приездом, Лидия. Приезд, Саша. Спасибо. Угу. Отгоняй машину. Угу. Недавно в эндском подразделении состоялся семинар по торгам. С большим интересом прослушали по торге выступления майора Федосеева. По теме. Доклад товарища Сталина и задать по телу. Ну вот. Слава Богу. Лидка вернулась. Простите. Ну что? Как мой колхозник? Летает еще? Знаешь, да еще как. Смотри вон. В стойке сделал дырки. Золотал. То вы и смотри. Сам к Ниндзе полетит. Зачем сам? Я ж здесь. Спасибо тебе, родной. Да я ж готов тебя даже спасить. Сидаренко поставь на землю. Есть, товарищ капитан. Подразделение к торгам, товарищи. Ребята. Лида. Лида. Ой, аккуратно. Не раздавите. Давай, качай. Ура, качай. Ура. 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 Не вышел, значит, из тебя инструктор. Терпений не хватило, Виктор Степанович. Да и у кого бы хватило, эти желторотики, зла на них не хватает. То себя угробить пытаются, то машину. А если честно, будь у меня такой инструктор. Сама бы сбежала, не задумываясь. Пока ты по госпиталям, да по инструкторам, много народу по вышибалу. Каруси, молодец, что так рано вернулась. Летай. В общем, Маслов ко мне, а я вижу мессер, который пикирует прямо на нас. И что? Что? Ужас, что? Да я понимаю, что ужас. С Масловым что? Стоп. Что с Масловым? Что с ним случится? Жень, где из тебя рассказчик, а? Да они чуть едва нам не разнесли. Лида. Мне тебя не хватало. Это же, это… Красная… Красная Москва. Да, Аля, вместе с орденом. Ничего себе. Хочешь? Ты спрашиваешь? Забирай. Да бери, бери, мне не надо. А что за танцы? Что? Танцы? Это сегодня в деревне танцы. Какая коробочка. Вот, все наши пойдут и… Мы тоже пойдем? Да ну. Да что ты? Нам два дня здесь быть. Лида… Кто знает, как там на новом месте. Вот война закончится, тогда и потанцуем. Лида… Так пахнет. Лида… Так пахнет… Ага… 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 Субтитры создавал DimaTorzok